Продолжение следует... И у нас будут еще другие вебинары на другие темы, но об этом уже Елена Григорьевна будет объявлять дополнительно. Темы интересные, я думаю, что нам всем будет полезно об этом говорить. Ну, я напоминаю, что вебинар состоит из трех частей. В первой я говорю о книжных новостях, вторая будет посвящена непосредственно новым изданиям, и третья – это одна книга для взрослых. Ну, тут уже кому интересно, тот остается. Я стараюсь выбирать какие-то издания нонфикшн, которые пригодятся нам в работе и в жизни. И рассказываю об одной книге, которую я прочитала в предыдущем месяце. Что еще? Задавайте вопросы. Вопросы задавайте в чате или можно писать мне на почту. Это... Ну, я что смогу, конечно, с удовольствием отвечу. Ну, и, собственно, поехали. В январе новостей было не так много, потому что, ну, вы все знаете, что половину января мы празднуем новогодние праздники, потом все пытаются войти в ритм, в том числе издатели, в том числе средства массовой информации. Ну, собственно, вот поэтому не так уж и много у нас в январе есть тем, о которых можно поговорить. Тем не менее, кое-что набралось. Так, какие у нас... На какие интересные новости, публикации статьи имеет смысл обратить внимание? Ну, во-первых... Ой, почему-то такая маленькая картинка. Это только у меня или у всех? Так, дальше все нормально. Да, маленькая. Ну, тогда мы ссылку разместим дополнительно в социальных сетях. А тут публикация, о которой я хотела рассказать. Это публикация на сайте Год литературы, где собраны все лауреаты всех крупных федеральных литературных премий за 2017 год. То есть, это премия «Большая книга», это премия «Просветитель», это премия «Книгуру», это «Национальный бестселлер», это «Русский букер». Ну, конечно, Нобелевская премия по литературе. Ну, все такое... Все такие ключевые премии. Я попрошу Елену Григорьевну эту ссылку поместить в комментарии, потому что, ну, удобно иметь под рукой вот такой список, в которые можно заглянуть и сразу сказать, что вот, да, вот эти вот книги в прошлом году были отмечены, и легко их рекомендовать поэтому. Также совсем недавно был обнародован короткий список премий Андерсова. Я напоминаю, что это одна из двух крупнейших премий в детской литературе, мировых премий. Она вручается раз в два года, и раз в два года она вручается одному писателю и одному иллюстратору. Не за какую-то определенную книгу, а по совокупности заслуг. Чем для нас интересен 2018 год? Ну, во-первых, тем, что в короткий список иллюстраторов вошел и наш Игорь Олейников. Это очень известный художник, я думаю, все видели книги с его необычными иллюстрациями, многие видели мультфильмы, которые он оформил. Конечно, пожелаем Игорь Олейникову удачи, хотя в целом специалисты предрекают победу Игорь Нехмелевский из Польши. Книги с ее иллюстрациями на русском языке не издавались, но их достаточно много выкладывали в интернете, в сообществе живого журнала KidPix. Можно зайти туда посмотреть. Действительно, очень достойные, очень интересные иллюстрации. Вообще, из всего списка иллюстраторов, кроме Игоря Олейникова, никто в России не издавался. А вот если посмотреть на список писателей, то тут уже нам проще оценивать, потому что как минимум двое из них активно издаются в России. Ульф Старк из Швеции, он включен в премию в список в короткий посмертный. Я напоминаю, что в прошлом году Ульф Старк умер. И Мариот Мюрай, это писательница из Франции, ее книги издает издательство Самокат. Несколько книг вышло. О бой, во-первых, которая была переиздана неоднократно. И Мисс Черити, такая толстая-толстая книжка, которая рассказывает нам о Беатрис Поттер. Писатели из Ирана, Японии и Новой Зеландии на русский язык не переводились и не издавались. Так что, если один из них вдруг получит премию Андерсона, мы с вами толком и не сможем оценить, за что именно. Но обычно награждают достойных. И, конечно, в короткий список премии тоже включают самых достойных. Так что поздравим Игоря Олейникова. Подвел в итоге еще один конкурс детской литературы. Это новый конкурс, который организовал издательство Самокат. И они в прошлом году проводили его в первый раз. В следующем году они его объявят снова. Так что хочется пожелать, чтобы он стал традиционным. Потому что таких конкурсов еще не было. Чем хорош этот конкурс? Он хорош тем, что здесь выбирается лучшая книжка-картинка, которая до сих пор не издавалась. То есть такая красивая, ярко иллюстрированная книга в нескольких номинациях. В номинации нон-фикшн, в номинации для самых маленьких. В этом году особенно приятно было узнавать имя победителя. Дело в том, что первое место в этом конкурсе «Книга внутри» заняла научно-популярная книжка. Которая еще не издана. Скоро она появится в издательстве Самокат. Потому что это такая награда за конкурс издания книги. Книжка называется «Микросупергерои». И она посвящена рассказу о таких необычных животных, как тихоходки. Это миниатюрные живые существа, которые живут на дне океана. И про этих тихоходок рассказала Ольга Посух. Тут написано, что она автор-иллюстратор. И действительно, наверняка вы не раз встречали ее фамилию в коротких списках разных фестивалей, допустим, комиксов. Потому что Ольга Посух рисует преимущественно комиксы. Но вообще-то Ольга Посух – это биолог, кандидат наук, сотрудник научной лаборатории. И что самое приятное? То, что она из Новосибирска. Она живет в Академгородке. Она работает в лаборатории научной анимации и помогает нам вести проекты. Ну вот, как-то знаете, так получается. Мы всегда завидовали Екатеринбургу. Не, ну вы, может быть, не завидовали, а я-то точно завидовала, что там очень много хороших детских писателей. Но вот теперь получается, что в Новосибирске, Новосибирск тоже как-то обрастает хорошими детскими писателями. Потому что, вот смотрите, среди лауреатов книгуру – писатель из Новосибирска. Среди лауреатов – новые детские книги. Несколько раз были писатели из Новосибирска. И вот теперь в конкурсе издательства «Самокат» побеждает художник, ученый из Новосибирска. Были подведены итоги премии «Мастер». Номинации «Детская литература». Награда была удостоена Мария Лютковская. Я напоминаю, что премия «Мастер» вручается за самое высокое качество переводов. То есть самые лучшие переводы со шведского языка, по мнению жюри, состоящего из лучших переводчиков, сделала в прошлом году Мария Лютковская. Она была награждена за ряд книг, потому что довольно много книг выходит в ее переводе. И, во-первых, эта книга «Мария Гриппа. Навозный жук летает в сумерках». Книга, которая уже неоднократно издавалась, и сейчас она в очередной раз вышла в издательство «Белая ворона». И серии книг о девочке Дюны Русси Лагер-Крамс. По-моему, это едва ли не лучшие книги для младших школьников, которые были изданы в последние годы. Это серия из нескольких книжек, сейчас их, по-моему, четыре уже, которые выходят в издательство «Компасгид». Они очень хороши для первого самостоятельного чтения, да и в принципе они хороши для совместного чтения родителей с ребенком, потому что вот чувства этой девочки Дюны, они описываются невероятно точно и трогательно. Это все, что касается разных конкурсов и номинаций. И теперь к публикациям перейдем. Что интересного было у нас опубликовано? Ну, во-первых, обращаю ваше внимание на такой дайджест. 70 лучших книг 2017 года, который появился на сайте «Ежик-Ежик». Это сайт, обычный детско-родительский портал, довольно крупный. Что можно сказать об этой подборке? Ну, то, что, собственно, она не составлялась специально, это просто все то, что публиковали ежемесячно на сайте. Первую половину года эти подборки составляла Лиза Биргер. Это великолепный литературный критик, который живет в Турции сейчас. Но вообще она специалист по детской и взрослой литературе. Вторую половину года там уже работала я, поэтому вторая половина подборки – это подборка моего авторства. Многие, я думаю, знают, что в прошлом году, в конце года, в Московском городском педагогическом университете состоялась очередная конференция «Детская литература как событие». Так вот, сейчас материалы конференции, видеозаписи докладов и презентации докладчиков выложены на сайте конференции. Поэтому те, кто не смог посетить эту конференцию, ну, вот как я, например, я не смогла вот именно в это время поехать в Москву, могут посмотреть записи. Ну, к сожалению, записи, там звук не самого идеального качества, но, в принципе, можно разобраться. Я уже часть посмотрела. Достаточно много полезного. Особенно я обращаю ваше внимание на выступления Марии Скафа в визуальных нарративах. Она переводит комиксы, очень хорошие, с разных языков. И, ну, отлично разбирается в том, как устроен комикс, как он, как его рисуют, как с ним работать. Тут можно послушать ее. Ну, и, конечно, все остальные докладчики там очень достойные доклады были на этой конференции представлены. Так, опять у меня какая-то маленькая картинка. Я ее попробую увеличить. Ага, теперь она стала совсем большая. Ну, кажется, мы определились. Вот. Попалось мне такое объявление, которое было организовано о конкурсе для детей, для старшеклассников и студентов. Студентов не в высших учебных заведениях, а средних специальных. То есть тех, кто учится в училищах, колледжах. Это всероссийский конкурс рецензий «Пишу о театре». И принять участие может совершенно каждый. Мне кажется, тут библиотекарь может помочь ребенку рассказать ему, как пишется театральная рецензия. Если вы живете в городе, где нет никаких театров, если ребенок не ходит в театр, это совершенно не проблема сейчас. На Ютьюбе выложена масса спектаклей, современных новых спектаклей, московских, питерских театров. То есть можно посмотреть спектакль в записи на Ютьюб и написать рецензию на этот спектакль. Все требования, все подробности о конкурсе «Пишу о театре» можно найти в группе в социальной сети. Ссылка приведена на слайде. Одна из самых печальных новостей ушедшего года – это смерть академика Анатолия Залезняка. Это великий ученый, ученый, который доказал подлинность слова о полку Игореве, ученый, который ежегодно участвовал в раскопках берестяных грамот в Новгороде. И каждый год он проводил лекцию, где рассказывал, а что нового мы нашли, что нового мы раскопали. Опять же, все лекции записаны на видео. Я призываю вас посмотреть хотя бы одну, потому что просто наблюдение за таким блестящим умом, за таким блестящим интеллектом, оно как-то живительно, очень живительно для нас, для всех. Кроме того, я напомню, что академик Анатолий Залезняк был борцом с антинаукой, он постоянно боролся с разоблачением всяких шарлатанов от науки. И, в общем-то, это большая потеря и для вот этого сообщества, для сообщества, которая заинтересована в развитии научного критического мышления не только среди ученых, а среди, собственно, среди всех граждан. В связи с очередным юбилеем Николая Носова сразу несколько публикаций. Звук у всех пропал? Что у меня написано, как будто бы все нормально. Ага, я смотрю, слышно. Хорошо, ну ладно, у кого пропал, попробуйте переподключиться. В связи с очередным юбилеем Николая Носова появилось несколько публикаций, посвященных Незнайке и вообще самому Носову. Две, на которые я обратила внимание. Это, во-первых, кулинарный мир Незнайки, чем Николай Носов кормил коротышев. На самом деле, очень интересно обращать внимание на такие вещи, в том числе на упоминание еды в детской литературе. Я работаю экспертом в конкурсе Книгуру, то есть я перед конкурсом прочитываю много-много десятков рукописей. И что интересно, вы знаете, почти в каждой рукописи дети едят блинчики. И это, ну, как бы описывается очень одинаково. Она проснулась, услышала манящий аромат блинчиков. Ах, такие вкусные блинчики могла, конечно, готовить только бабушка. Но вместо бабушки, может быть, мама, вместо мамы, там, какая-нибудь тетя Соня из Одессы. Но, в общем и целом, вот эти вот блинчики, они были везде. Если автор не кормил своих детей блинчиками своих героев, то он обязательно их кормит сырниками. Ну, а на третьем месте по популярности борщ. Это вот что касается современных рукописей. А вот чем Николай Носов кормил коротышек, ну, вот можно посмотреть. Видно, что довольно просто он кормил своих коротышек. Сам был не гурманом, вот и в книгах не изощрялся. Но вообще вот эти все гастрономические подробности в книгах в последнее время становятся все популярнее. Обращать на это внимание, потому что кулинария, гастрономия, это тоже часть культуры. Это то, что делает нас людьми, то, что отличает нас от животных, и странно, что, в общем-то, историю там кулинарии, кулинарную критику и прочие подобные вещи они не изучают нигде. Нету отдельных кафедр, посвященных гастрономии с культурной, с культурологической точки зрения. Ну, вот такие публикации, они некоторым образом заполняют эту лакуну. И вторая публикация, автор пытается объяснить, почему у трилогии Носова не может быть продолжение. Сразу скажу, что тут изложена точка зрения, с которой я совершенно не согласна. Ну и, собственно, призываю вас почитать. Может быть, кто-то из вас согласится, а может быть, кто-то, как и я, захочет поспорить с автором. Интересная статья, популярная статья о Шарле Перро, кем на самом деле был великий сказочник. Но время от времени нам, конечно, стоит вспоминать, что кто стоял, какие люди стояли за этими известными нам с раннего детства фамилиями, что, в общем-то, сказки, литературная обработка и публикация сказок вовсе не была основным занятием Шарля Перро, а чем он занимался в течение жизни, и чем прославился как гражданин Франции, и вот об этом можно почитать в этой публикации и рассказать нашим юным читателям, которые сами еще читают его сказки. Это довольно интересно. Несколько интересных интервью вышло относительно недавно. Первое – это интервью с Марией Орловой. Я напомню всем, что Мария Орлова – это пиар-директор издательства «Самокат». Она занимается продвижением книг издательства «Самокат» и в интервью она говорит о чтении подростков и о чтении с подростками. На сайте Буки вышло очень интересное интервью с Эдуардом Веркиным. Тоже оно вызвало довольно оживленную дискуссию в сообществе. Почему? Ну, потому что Эдуард Веркин сказал, что у детской литературы России женское лицо, большинство писателей – женщины, и это не очень хорошо. Ну, и тут, конечно, развернулась дискуссия. Так это, или, может быть, Веркин не прав, может быть, не имеет никакого значения, какого пола автора, имеет значение только то, хорошо ли книжка написана, или нет. Ну, вот опять же, призываю почитать интервью и поспорить с Веркиным или согласиться с ним. Там, конечно, еще довольно много о его книгах, о том, чем он занимается сейчас, о его творческих планах. Ну, и, в общем-то, Веркин – это, конечно, бесспорно, это один из самых талантливых авторов, не только детской литературы, а писателей, самых талантливых писателей вообще. Поэтому, конечно, имеет смысл следить за его творчеством, за тем новым, что у него выходит и что скоро выйдет. Познавательные, вообще любопытные публикации, которые можно предлагать читателям в библиотеке на занятиях или распечатывать карточки с рекомендациями и предлагать смотреть дома. На сайте издательства «Арзамас» вышел очередной их видеоликбез. Раньше у них уже выходили видеоликбезы по Древней Греции, Древнему Риму, истории русского искусства. Вот теперь очередной видеоликбез посвящен эволюции русского языка. От древнерусского до современных мемов и современного сленга. Очень любопытно. За 18 минут перед вами выстраивается картинка, картинка целиком, как менялся наш язык. Параллельно к этому ликбезу вышел курс о русском языке, но, к сожалению, практически весь «Арзамас», все новые курсы «Арзамаса» сейчас стали платными и доступными для прослушивания через специальное приложение радио «Арзамас», которое нужно закачивать в телефон. Но детская комната «Арзамаса» продолжает работать и пополняться. Например, недавно там вышла очередная великолепная подборка, которая называется «Мультфильмы с классической музыкой». И там есть как широко известные мультфильмы, вроде, например, нашего замечательного мультфильма «Щелкунчик» с музыкой Чайковского, так и мультфильмы, которые мы наверняка не видели. Новые мультфильмы каких-то европейских режиссеров, такие яркие короткометражки, которые тоже сопровождаются классической музыкой. Ну и все это очень умело, хорошо откомментировано, то есть готовый методический материал для занятий. И еще одна интересная публикация, на которую я обращаю ваше внимание, она называется «Достаточно провокационно. Чтение книг может разрушить вашу жизнь». Конечно, она не об этом. О чем автор говорит в публикации? Он говорит о том, что сейчас стало очень много книг такого жанра, которые по-английски называются «Self-Help», ну в общем книги для саморазвития. Как там стать более лучшим менеджером, более лучшим начальником, более лучшим сотрудником и в общем и так далее и тому подобное. Как каким-то образом улучшить себя и усовершенствовать себя. И на что обращает внимание автор публикации? Он обращает внимание на то, что подростки читают эти книги, относятся к ним не критически, выхватывают там оттуда какие-то верхушки. И вот такое знание, поверхностное, неотрефлексированное, оно не идет никому на пользу, оно идет только во вред. Поэтому чем так читать, лучше уж совсем не читать, говорит автор. Интересная точка зрения, интересные примеры он приводит. Я думаю, что можно почитать эту статью, чтобы сравнить с реакцией собственных, ваших собственных читателей. И может быть это будет тема для разговора на каком-то читательском клубе или любом другом мероприятии, на котором вы собираетесь с детьми, обсуждаете с ними прочитанные книги. Публикация о том, как помогали друг другу наука и научная фантастика. Там собраны самые разные примеры, примеры научных изобретений, научных теорий, которые были предсказаны фантастами, а потом реализованы в реальной жизни. Или не реализованы в реальной жизни, но каким-то образом повлиявшими на ту технологическую реальность, в которой мы все сейчас живем. Мне безинтересная публикация. Я вообще большой поклонник научной фантастики. Мне кажется, это сейчас, чем дальше, тем больше. Именно вот это направление литературы становится одним из ключевых для понимания того мира, в котором мы с вами живем. Даже научная фантастика прошлого. Это Рэй Брэдбери, Азик Азимов и так далее. Это все очень полезно читать для понимания. Но современная научная фантастика зачастую слишком сложна, но она также в том же ключе совершенно полезна. Это касалось книг научной фантастики. А вот тут, в этой публикации, собраны все научно-популярные каналы на русском языке. Их 250 штук. 250 научно-популярных каналов на русском языке. То есть вот смотреть, не пересмотреть. Это вот план занятий по научно-популярному чтению и просмотру научно-популярных видео можно составить, как вы видите, на 10 лет вперед. Плюс еще многие из этих каналов постоянно пополняются новыми видео. Рекомендую зайти, полюбопытствовать. Но это полезно не только для библиотечной работы или работы учителя. Это просто для саморазвития. Полезно уделять 10-20 минут в день на просмотр научно-популярного видео, чтобы просто лучше понимать, как устроен наш мир. И забавный сайт, который мне выпал в связи с нашими крещенскими морозами. И это вот такой образец, знаете, развлекательного обучения. Сайт называется «Холодная Россия». Когда вы на него заходите, вот видно, сегодня в России чертовски холодно. И написано, в каких, собственно, городах особенно холодно. Я показала этот сайт своему ребенку, и он тут же начал смотреть на карте, где вот эти вот самые города, где вот сегодня холоднее всего. А на следующий день это были уже другие города. А потом среди этих городов еще появился Новосибирск, потому что у нас тоже несколько дней уже довольно холодно. То есть это вот такой ресурс, очень незатейливо сделанный, но помогающий изучать географию. Географию нашей страны, которая такая огромная, что очень трудно знать о ней все. Поэтому, опять же, тут постоянно приходится работать, как-то расширять эти знания, расширять свой кругозор. Так что, пожалуйста, пока крещенские морозы, ну и обещают, что еще у нас будут морозы в Новосибирске, призываю пользоваться сайтом, смотреть, кому еще холоднее, чем нам с вами. Это было все по поводу публикации. Давайте посмотрим, какие новые книги появились. Я сразу скажу, что, во-первых, их появилось не очень много, во-вторых, я упомяну некоторые издания, которые появились, ну, вышли, привезли их из типографии не в январе, а еще в конце прошлого года. Ну, просто потому, что я в конце прошлого года не успела еще все прочитать. Сейчас я, наконец, дочитала, ну и могу уже сказать, хорошая книжка, или, ну, не стоит обращать на нее внимание. Серия «Занимательная зоология», которая раньше выходила в издательстве «Альпина Паблишер», переехала теперь в издательство «Питер». И в этом издательстве вышло сразу две новые книги серии. Первая – это книга Валерия Сюткина, того самого, из группы «Браво», и она называется «Я, Комар». А вторая книга – это Ирина Лукьяновой. Ну, Ирина Лукьянова мы все с вами знаем. Это писатель, это литературовед, учитель литературы, журналист новой газеты и эксперт книгуру. То есть моя коллега, и я, конечно, горжусь этим. Ирина Лукьянова написала книгу, которая называется «Я, Коала». В каждой книге этой серии какое-то одно животное представляет себя, оно себя хвалит. Оно говорит, я вот могу делать вот это, я могу делать вот то, моя жизнь устроена вот так. А рядом с вот этим вот текстом, рассказе животного о себе размещены любопытные факты об этом животном. Надо сказать, что серию курируют специалисты из московского зоопарка, то есть профессиональные зоологи. Каждая книга серии написана разным автором. И, как правило, это не профессиональные литераторы, а разные медийные персоны. Например, одну книгу написал Леонид Агутин, другую Станислав Садальский, третью ведущий радио, кажется, на радио, ведущий Антон Камолов. Ну, то есть вот такие вот люди, которые обычно не пишут книг. Собственно, поэтому серия не очень ровная. Одни книжки написаны лучше, другие хуже. Есть очень удачные, есть менее удачные, но, тем не менее, вот появление таких фамилий на обложках книг, оно, наверное, на пользу, потому что это такая хорошая популяризация детской литературы. И какой-нибудь поклонник Леонида Агутина, который, может быть, никогда в жизни не покупал своему ребенку книг, увидит эту книгу, которую Леонид Агутин написал для детей, и так и ее купит. Ну, вот книжка про Каалу Ирину Лукьянову просто замечательная. Еще одна научно-популярная книжка вышла в питерском издательстве «Арка». Она не адресована, конечно, специально детям. Это, скорее, книга для широкого круга читателей, для читателей старше 10 лет и там до скольки угодно лет, в том числе для родителей. Она называется «История искусства для собак». Ну, это понятно, по китайскому календарю скоро наступит год собаки, поэтому сейчас очень много все говорят про собак, и книжек про собак выпускают. Ну, вот тут вот рассказывается о собаках, которые встречаются на картинах Эрмитажа и анализируются вот эти самые картины. Текст такой очень занимательный, он несложный, он доступен для понимания. Я не скажу, что он маленьким детям доступен для понимания, но он средний, старшим школьникам, конечно, если они интересуются в какой-то степени искусством или интересуются собаками, то им там все будет понятно и довольно интересно. Вышел очередной «Альманах. Хочу все знать». Ну, все мы эти альманахи знаем, они в Советском Союзе выходили практически ежегодно и состояли из научно-популярных статей разных ученых по самым разным областям знаний. И несколько лет назад питерское издательство Дед Гейс решила возродить эту традицию и снова начать выпускать эти альманахи. Конечно, они так очень олдскульно смотрятся, немножко старомодно, но в этом, может быть, и будет, да, их фишка, то, что привлечет к ним какую-то группу читателей. Вот в 2015 году «Хочу все знать» альманах, он состоял частично из старых статей, а частично из статей новых авторов. А вот этот альманах 2018 года, он полностью состоит из статей новых авторов, то есть это вот такой последние достижения науки в разных областях, полезно, очень полезно почитать. Например, там есть статья Светланы Лавровой, которая, мы помним, не только пишет детские сказки, но вообще-то она нейрофизиолог, кандидат медицинских наук и довольно много знает о тайнах нашего мозга, и может об этом вам интересно рассказать. В издательстве «Форде Винт» вышел очередной путеводитель, который называется «Рождение Петербурга». Это путеводитель по Петропавловской крепости. То есть, если кто-то собирается ехать там, ехать с ребенком или ехать сам в Санкт-Петербург, то вот эта книжка поможет сориентироваться, поможет увидеть все самые мелкие интересные детали, понять их смысл и значение. Вот эта вот серия «Путеводитель. Игра» уже не первый год выходит в издательстве «Форде Винт». У них уже были книги, посвященные метро Петербурга, книга, посвященная музею под открытым небом Витославицы. Вот там я не была, но, как я понимаю, это что-то вроде музея Тальцы в Иркутской области, то есть музей традиционного русского деревянного зодчества. Конечно, совершенно необязательно куда-то ездить, чтобы читать эти книги. Их можно читать, сидя дома, и просто узнавать, сколько всего хорошего и интересного есть в нашей стране. В издательстве «Ман Иванов Фербер» тоже вышла новая книга российского автора. Это Наташа Кая. Она искусствовед и художник. То есть она и написала эту книгу, и нарисовала ее. Книга называется «Путешествие в Средневековье». И надо сказать, в своем жанре она совершенно уникальна. Почему? Потому что все иллюстрации, абсолютно каждую картинку Наташа Кая рисовала не из собственной головы, она это не придумывала. У каждой картинки есть первоисточник, первоисточник, который она искала в средневековых манускриптах. То есть она нашла, как выглядела средневековая колыбелька, как выглядели средневековые ходунки, как выглядел средневековый военный лагерь. И вот на основе этих картинок она нарисовала свои. Если она что-то не находила, она этого не рисовала. Но кроме того, книгу читал научный консультант, историк-специалист по истории Средневековья. И там все, что было не так, там все было исправлено. То есть вот это вот такая книга, которую можно рекомендовать для чтения всем шестиклассникам в качестве дополнения к учебнику. Особенно визуального дополнения, потому что картинки великолепны, и они помогают представить, как все выглядело в этих средних веках, как выглядела посуда, как выглядела одежда, какими были дома, каким был транспорт. Все до мельчайших деталей. Ну и кроме того, тут затронуты такие темы, за которые обычно не берутся авторы детских книг, например. Коммуникация, да, в средние века. Обычно о чем пишут? Пишут о сословиях, о рыцарях и о крестьянах. Ну и на этом все. А здесь очень много таких тем, связанных с культурой, с бытовой жизнью, ну вот я уже сказала, со средствами связи. На это тоже очень важно обращать внимание. В издательстве Альпина Паблишер появилось направление Альпина Дети. То есть они тоже сейчас берутся выпускать детские книги. У них довольно обширные планы. Это одна из их первых книг. Называется Большая книга снега и льда. Она действительно большая, потому что она самая большого формата. А потом, когда ее еще открываешь, то обнаруживаешь, что вот эти вот страницы, они еще разворачиваются. То есть она получается еще в два раза шире, чем предполагаешь в начале. И это такая книга-игра там с поисками, с находками. То есть вот на большой картинке нужно найти много разных деталей. Такой вот фемель-бог с элементами познавательной книги. Для, конечно, скорее для дошкольников. В издательстве Эксма сначала, ну а теперь импринт какой-то издательства Бомбора продолжает выходить серия «Великие ученые в комиксах». В январе в этой серии появились две новые книги. Одна посвящена Марии Кюри, вторая «Галилео Галилею». Не могу сказать, что это самые великолепные комиксы, что я видела. Во-первых, это действительно познавательные книжки, которые особенно хороши для тех детей, что не очень любят читать. Ну а во-вторых, они довольно недорогие. На самом деле, они неплохо изданы, но при этом они не стоят каких-то огромных денег, как, например, комиксы, которые выходят в детской редакции Ман Иванов и Фердер. Это все из познавательных книг, на что мне хотелось обратить внимание. Следующий наш раздел это книги для дошкольников. В издательстве «Поля Андре» вышла книга Ирины Зартайской, которая называется «Никто меня не любит». Это книжка-картинка для читателей от двух до пяти примерно лет. Главный ее герой – это маленький волчонок, который обиделся на своих родителей и заявил, что что-то меня никто не любит. Как вот, знаете, современный ребенок, у которого нет особенных проблем, он говорит «Что-то бабушка меня не любит, она мне всего там пять игрушек подарила, а я хотел десять. Что-то меня мама, наверное, не любит, она мне запретила в компьютерную игру играть, а заставила идти гулять». То есть, он вот так вот делает такие странные выводы, что родственники его не любят. Хотя, по его описаниям мы видим, что, в общем-то, на самом деле все его любят и все хотят сделать как можно лучше. Но потом маленький волчонок, он попадает в какую-то критическую ситуацию, ему угрожает опасность, прибегает его бабушка, его папа волк, его мама волчица, они защищают его, ну и таки он осознает, что, что да, в этой семье его действительно любят. В издательском доме Мещерякова стала выходить серия, которая называется «Книги Михаила Яснова». Первый том, в него вошли разнообразные стихотворения Михаила Давидовича, и он так замечательно проиллюстрирован, картинки, похожие на стиль Майя Митурича, но более, существенно, более детские. И это будет большая серия, в которой будет несколько книг. Сейчас пока только одна вышла. В издательстве «Лабиринт» вышел очередной сборник стихотворений Анастасии Орловой. Мы помним, что в прошлом месяце было две новые книги Анастасии Орловой, и вот опять новая книга Анастасии Орловой. Это, в общем, прекрасно, потому что стихи она пишет очень хорошие. Ну и по названию видно, что это такой тематический сборник стихотворений, связанных с засыпанием, со сном, с какими-то фантазиями. Но, конечно, никто не заставляет читать его перед сном. Читать хорошие детские стихи можно когда угодно. В издательстве «Детгис» вышел сборник стихотворений Кристины Стрельниковой. Сборник для, скорее, для маленьких детей, для младших школьников. Он называется «Лето без берета». То есть, это в основном такие летние стихи. Кристина Стрельникова тоже кажется мне очень многообещающим поэтом, которая хороша еще и тем, что она пишет интересные стихи не только для маленьких детей, но и для подростков. серия «Радуга-Дуга» подполнилась сразу двумя стихотворными сборниками. То есть, видите, у нас январь какой-то ударный по российской детской поэзии. Много прямо хороших сборников стихотворных вышло. Так вот, «Радуга-Дуга» в нем сразу два. Это Юлия Симбирская сборник стихотворений «Наперегонки» и Марина Бородицкая и сборник стихотворений «Тетушка Луна». Ну, как во всех сборниках «Радуги-Дуги» это не исключительно новые стихи, это сборка из новых стихов, из тех, что мы уже читали раньше. Но в целом, вот, наверное, вот эта вот серия «Радуга-Дуга» это лучшая на сегодняшний день поэтическая серия российских современных поэтов. Великолепные иллюстрации, очень хорошие подборки, сами книжки изданы очень хорошо, они недорогие. Чего еще желать? Из переводных книжек, на что стоит обратить внимание, это серия «Лис и Зайка», издательство «Самокат», в ней вышло еще три книги. Это книги, которые особенно хороши для первого самостоятельного чтения, то есть там специально подобран такой шрифт и количество слов на странице для тех, кто вот букварь уже прочитал и теперь тренирует этот навык. И, конечно, лучше тренировать навык на истории, которая по-настоящему интересна, чем закончится. И вот голландская писательница Сильвия Маденхейда пишет такие истории. Конечно, это не обязательно книги для дошкольников, их можно читать и в 7 лет, и в 8 лет, если у ребенка трудности с течением и надо отрабатывать этот навык. Ну вот, вот эти вот книжки просто замечательно подойдут. И вышел второй сборник рассказов Сюзанны Вебер. Прошлый назывался просто Паша и папа, а вот этот Паша и папа в дороге. Это короткие истории, в которых два персонажа, мальчик, дошкольник Паша и его папа, и в каждом рассказе они что-то делают. Идут в магазин, играют. То есть, такие типичные бытовые детские ситуации. Таких книжек очень много, они всегда востребованы. Ну, когда их становится еще больше, ну, это только хорошо, конечно. В издательстве Нигма продолжают выходить книги итальянской писательницы Джованни Джованны Заболи. В прошлом году, в конце года, вышло три книги про кота и мышонка, а здесь уже новые совершенно самостоятельные истории, счастья кота Феличи и мышки дружная семья. Тут очень хорошие иллюстрации, также итальянского иллюстратора и истории, посвященные в основном каким-то ситуациям в семье, но мы видим, что это не люди, тут антропоморфные животные, детям-то, детям это, конечно, только в радость. Книги для младших школьников. Издательство BHV, питерское издательство, которое раньше когда-то, года три назад, еще было издательством исключительно детской литературы, ой, исключительно компьютерной литературы, продолжает издавать детскую литературу и свою замечательную серию сказки народов России. Новая книга этой серии, мы помним, что там уже были и венкийские сказки, тувинские сказки, вообще-то там сказки озера Байкал, всякие вот такие вот редкие народные сказки и их обработок, в этот раз это сказки сибирских деревень, которые автор-составитель услышал от бабушки, ну, записал и сделал литературную обработку. Эти сказки очень интересны еще и тем, что в них, как правило, какие-то необычные, нетипичные сюжеты, необычные герои, ну, и, конечно, сказки разных регионов России показывают нам, как по-разному у нас все устроено в стране, это способ узнать о природе, о животных и так далее, ну, в общем, что я вам это говорю, вы сами это без меня знаете и работаете с детьми на эти темы. Вышло переиздание повести Карла Чапака «Дашенька». Ну, вот опять тот самый год собаки. Кто такая Дашенька? Это щеночек, щеночек, который родился у их собаки и вот как этот щеночек у них родился, как он рос, как он жил, об этом и написана повесть. И она проиллюстрирована рисунками Карла Чапака, мы помним, что он был замечательным художником и его же фотографиями. Запись вебинара отвечаю на вопрос, немножко прерываясь, она не будет высылаться на почту, она будет выложена на YouTube, на YouTube, на канале Вики Сибириады и Елена Григорьевна разместит ссылку на эту запись в социальных сетях. Далее. В разных издательствах продолжают выходить вообще разные тематические сказочные сборники. То есть сборники, где собраны сказки самых-самых разных стран, самых разных времен по какой-то теме. Например, в издательстве «Редкая птица» вышла очередная книжка их переводной серии. Теперь это сказки об островах. Раньше уже были сказки о кошках, сказки о птицах, сказки о фруктах и овощах, то есть самые разные. Каждый этот сказочный сборник проиллюстрирован разным художникам. Ну вот теперь вот об островах. Там есть, конечно, и русские сказки, но есть и сказки там, такие, которых мы вообще никогда в жизни не читали. Эта серия, которая выходит в «Редкая птица», она переводится с французского языка. А вот в редакции «Вилли Винки», которая появилась в прошлом году, выходит серия «Волшебная кругосветка». Сейчас мне вышла книга «50 историй про животных». Опять же, там есть, конечно, и русские сказки, ну и сказки разных совершенно экзотических стран, каких-то островов с очень хорошими иллюстрациями. Это уже третья книга в этой серии, раньше были. До этого еще вышел сборник про времена года, про Рождество и Новый год. То есть, вот такие, такие удачные подборки. И, наконец, в издательстве «Нигма». У них вышел сборник, который называется «Сказки гор». Это переиздание, книга уже выходила в 87-м году, но она выходила в словацком издательстве. Ну, может быть, помните, тогда было в Братских республиках, там Чехословакия и так далее, там были издательства на русском языке, где выходили книги в том числе на русском языке. Очень дефицитные были эти книги. Ну, вот в том числе вот одной из таких книг была «Сказки гор». Сейчас они ее переиздали. В ней иллюстрации словацкого художника Карла Андреечки и сказки, связанные с горами, из стран, где есть много гор. Очень, очень многие из них редкие и незнакомые нам. Ну, то есть, вот когда Маша и Медведь, Три Медведя и Лиса и Журавль совсем уж надоели, имеет смысл обращаться к таким сборникам и искать что-то неизбитое, что-то оригинальное, то, что наши дети до сих пор еще не знали. Еще одна волна, которая, помимо вот этих тематических сказочных сборников, это детские пересказы античных мифов. Вообще, у нас, конечно, в этих пересказах «Тьма тьмущая». Например, книги Куна, написанные еще в самом начале прошлого века для женских гимназий, их продолжают переиздавать и переиздавать вот эти легенды и мифы древней Греции. У меня, например, ребенок их сейчас в школе читает. Но, помимо Куна, помимо Тудоровской, помимо великолепного Гаспарова, сейчас появилось еще довольно много пересказов античных мифов, переведенных с других языков. Ну, вот, например, две книги. Первая – «Илиада и Одиссея», «Когда боги были детьми», это книги, переведенные с итальянского языка. А книги «Троя» и «Одиссея», которые содержат адаптированный пересказ знаменитых поэм Гомера, «Илиада и Одиссея», они переведены с французского языка. Чем хороши эти книги? Ну, во-первых, это очень хорошие переводы. Например, вот издание «Энос книги», его переводил Михаил Давидович Яснов. То есть, качество перевода не вызывает никаких вопросов. Во-вторых, там очень хорошие иллюстрации. Ну, и в-третьих, интересно посмотреть, то есть, мы знаем наши пересказы мифов и на что обращали внимание наши авторы, когда делали вот эти вот переложения литературные. Интересно посмотреть, как вообще в других странах, каким образом передается вот это культурное наследие, какими словами, на что там обращают внимание. В издательстве «Вилли Винки» продолжают выходить книжки про ведьмочку Винни. В том числе появилась такая дополнительная побочная серия к книжкам-картинкам. Это книги для первого самостоятельного чтения, небольшие истории про то, что случилось с этой самой ведьмочкой Винни. Конечно, их можно читать не только с младшими школьниками, можно и с дошкольниками, потому что это книжки-картинки, и они совершенно хорошо ложатся и на дошкольное чувство юмора. книги для средних школьников. Почему-то тут картинка видна не до конца, но вторая зато хорошо видна. В издательстве «Арка», в Эрмитажном издательстве, которое я уже упоминала, вышел комикс, который называется «Путешествие по Эрмитажу царица Тюльпан». Это история, как мальчик и девочка пришли в Эрмитаж, познакомились, ну и как они путешествуют по вот этим самым шедевром Эрмитажа. По-моему, замечательная просто задумка и очень хороший способ знакомства современного ребенка с таким вот не всегда доступным, не всегда понятным ему высоким искусством. серия «Город-мастеров», про которую я уже всем, кому могла, все уши прожужжала, пополнилась новыми книгами. Ну вот книги повести Николая Назаркина «Изумрудная рыбка» и «Мандариновые острова» уже издавались, конечно. «Изумрудная рыбка» дважды выходила в издательстве «Самокат», «Мандариновые острова» выходили в издательское доме «Мещеряково». Ну вот теперь обе эти повести вышли под одной обложкой, потому что мы помним, что там одни и те же герои. Речь идет о мальчиках, которые лежат в больнице и вот эта вот больничная жизнь, которую они ведут, чем они там занимаются, о чем думают, во что они играют. Очень хорошая иллюстрация этой книги. Ну и вообще серия «Город-мастеров», она практически безупречно издается. Спасибо, конечно, Артуру Геворгизову, который курирует эту серию и отвечает за ее наполнение. Также в книге, в этой серии вышла серия новая книжка Ирины Зартайской «Самый лучший возраст». Это рассказы о современных детях. Я напомню, что Зартайская не только детский писатель, она еще и детский психолог. То есть, как правило, то, что она пишет, это вполне соответствует современным представлениям о том, как устроен ребенок, как он думает, как он чувствует. Ну и наконец, книга «Откуда берется дети» Марии Бурас и Максима Кронгауза. Такая шуточная, фантастическая история. Вот у этих двух мальчишек, которые нарисованы на обложке, должна скоро родиться сестренка. Их мама лежит в больнице, или братик, ну, в общем, какой-то у них ребенок должен родиться. И вот эти мальчишки ждут и пытаются понять, а как, собственно, откуда возьмется эта сестренка или братик. И они оказываются в такой фантастической реальности, то есть они сначала оказываются на полигоне, где аисты детей разносят, потом на капустном поле, где эти дети в больших кочанах капусты вырастают. Ну, то есть вот все вот эти мифы, все вот эти сказки, которые, с помощью которых детям объясняли, как появляется человек, они в этой книжке вот таким вот шуточным, шуточным образом показаны. Ну, и в конце концов у них, конечно, появляется маленький ребенок в семье в самом-самом конце. Переводная книжка, перевод со шведского языка, сказка Фриды Нильсона «Пираты Ледового моря». Я напомню, что это уже третья книга Фриды Нильсона, которая вышла на русском языке. Первая – это была «Меня удочерила горилла», вторая – «Джаггер Джаггер». Обе вышли в издательстве «Самокат». Вот эта «Пираты Ледового моря» она не похожа ни на первую, ни на вторую книжки, изданные на русском языке. Это сказка, совершенно Лингреновская, я бы сказала, в традициях «Астет Лингрен». Здесь маленькая девочка отправляется спасать свою сестру, сестру, которую похитил капитан Пиратов. Он зачем-то похищает детей. И все его боятся. То есть, когда он похищает детей, никто даже не пытается выручить своего ребенка. Они считают, что этот ребенок как будто умер. И только вот эта маленькая девочка решается отправиться на поиски пирата, на поиски своей сестры. И она спасает, конечно, сестру и всех остальных детей. Сразу же вспоминается, например, «Мио-мои-мио» сказка. Но с той поправкой, что «Пираты Ледового моря» там однозначно счастливый конец. А «Мио-мои-мио» мы понимаем, что там не все так однозначно. Из книг для подростков мне хотелось в этот раз отметить только одно издание. Но уж отметить, так отметить. Потому что давно мне так сильно не нравилась книга. Мне кажется, ее нужно рекомендовать не только подросткам, но и всем взрослым. Настолько она интересна, глубока. Что это за книга? Это роман, который написан художницей Марией Пастернак. Роман называется «Золото хравно». Действие происходит в Норвегии XIII века. И главная героиня, девушка Вильгельмина, у нее похищают отца. Отца похищают из-за денег, и она вместе со своим другом, резчиком по дереву Турливым, отправляется на его поиски. Ну и, конечно, эта книга для детей, конечно, там счастливый конец, им все удается. Так вот, настолько глубоко проработана вся фактура. Вы, ну, после чтения этой книги чувствуешь себя так, будто бы сам побывал в Норвегии XIII века. И она, надо сказать, очень понравилась. Вот этот «Снежный мир», вся эта красота, все эти представления о жизни там, о порядочности, о любви. Совершенно необычные, совершенно необычный уклад, совершенно необычные законы, которые соблюдают эти люди. Ну, вот это как такое путешествие во времени и пространстве, нисходя с собственного дивана. Совершенно великолепная книга, которую автор глубоко проработал. Она прочитала массу исторических научных текстов, чтобы вот восстановить все полностью, как оно было, все детали, в том числе детали быта, одежды и всего остального. Это все, что я хотела сказать о детских книгах. И на этом заканчивается наша вторая часть вебинара. И сейчас очень быстро я расскажу об одной книге для взрослых. Обычно это нонфикшн книга. Вот такая в этот раз довольно несерьезная книжка, которая называется «Обои убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель. Как выжить в собственной квартире?». Я, честно говоря, сомневалась, стоит ли брать эту книгу, но потом подумала, что вообще-то вот эти вопросы, которые касаются нас всех каждый день. И мы действительно не всегда правильно делаем какие-то вещи, которые имеют отношение к быту. У нас много каких-то представлений, которые не соответствуют уже современным научным исследованиям на эти темы. А Дарья Саркисян, она медицинский журналист. Она уже много лет занимается преимуществами на те, что читает научные статьи, вообще все, что имеет отношение к медицине, обрабатывает эту информацию и рассказывает ее, скажем так, простым пользователям, тем, кому некогда заниматься тем, что с утра до ночи читать медицинские статьи. Я рекомендую обратить внимание на два интервью с Дарьей Саркисян. В первом она говорит о любимых книгах, а во втором о том, как искать медицинскую информацию в интернете. То есть, чему вообще из того, что пишут в интернете о здоровье, о питании, о гигиене, о прочих вопросах, которые имеют отношение к нашему здоровью и образу жизни. Вот она дает там очень полезную информацию, называет конкретные фамилии, за которыми стоит следить и к рекомендациям которых стоит прислушиваться. В книге всего четыре части. Первая часть называется «Ванная комната». И в ней, соответственно, пять разделов. Про руки, про душ, про туалет, про зубы. Ну, вроде бы, как-то немножко, да, неловко, когда видишь в книге главу «Как входить в туалет». Но на самом деле там очень хорошие практические вещи написаны. И надо сказать, что к каждой главе, вот, например, к первой главе Дарья Саркисян приводит ссылки на 150 разных научных статей. То есть, каждое свое слово она обосновывает. То есть, она когда говорит, например, «Надо пользоваться освежителем воздуха или нет?» И дает вывод, что не надо пользоваться и объясняет, почему. То обязательно к этому утверждению стоит ссылка на научную статью. Ну, и, в общем, все остальное, что имеет отношение вплоть до, знаете, качества туалетной бумаги. Мне кажется, кстати, подросткам эта книга будет очень полезна с той поправкой, что в ней есть, конечно, раздел, как заниматься сексом. Ну, вот спальня, как спать, сколько часов спать, как вообще устроен сон с точки зрения современной науки, как бороться с бессонницей, что мешает вашему здоровому сну, что ему помогает, как выбирать матрас, как выбирать будильник. Ну, такие вот банальные вещи. О них она, тем не менее, пишет и пишет очень интересно, бодро и порой достаточно смешно. Ну, и повторюсь, со ссылками на научные исследования. Кухонный раздел. Ну, тут понятно, что речь пойдет о здоровом питании, о том, надо нам пить два литра воды в день или не надо и как нам хранить продукты в холодильнике. Правильно. Как нам правильно готовить, на каком масле жарить, как размораживать продукты, что делать с остатками еды, нужно ли тратить деньги на органические продукты. Ну, то есть, вот эти все вопросы Дарья Саркисяна освещает. Ну, и кроме того, она приводит ссылку на массу статьи, где говорится о том, что кофе пить полезно. Это, конечно, меня радует. Потому что я из тех редких людей в России, кто не пьет совсем чай, зато пьет очень много кофе. Мне приятно думать, что его теперь реабилитировали и теперь считается, что кофе пить полезно. Ну, и последний раздел, он посвящен жизни в квартире. То есть, как лучше убирать, как правильно стирать, как работать за компьютером, стоит ли чистить воздух, чем наполнить свою домашнюю аптечку, какие в ней должны быть лекарства, о каких лекарствах быть не должно. Ну, и последний раздел, это, конечно, домашние животные. Ну, и тут плюсы и минусы самых разных домашних животных. То есть, с одной стороны, они могут переносить какие-то заболевания, с другой стороны, например, она приводит ссылку на научные исследования, в которых подтверждается, что если в первые годы жизни в доме была собака, первые годы жизни ребенка в доме была собака или там кошка, то, скорее всего, у ребенка, когда он вырастет, не будет на них аллергии. И, скорее всего, не разовьется аллергия и астма. Ну, хотя, жизненный опыт показывает нам, что бывает по-разному, и врачи не дают строгую рекомендацию заносить в дом вместе с ребенком кошку или собаку. Ну, и прочие там другие плюсы и минусы домашних животных. Вот, такая забавная книжка. В ней, конечно, написана на обороте обложки сенсация на каждой странице. На самом деле, нет там никаких таких особенных сенсаций, а просто бодро, понятно, логично и со ссылками на научные статьи изложена самая современная информация о нашей обычной бытовой жизни. Информация, которая нужна и взрослым, и подросткам, которым совсем скоро предстоит жить самостоятельно. Отрывки из этой книги опубликованы в интернете. Вот, кого заинтересовала эта книга, можно с ними ознакомиться, ну, чтобы понять, вообще, нужна вам эта книга или нет, пригодится вам такая или нет. Вот тут целых две главы выложено целиком. На вот этих сайтах, там, на Афише и на Медузе можно посмотреть и почитать и полюбопытствовать. Может быть, что-то новое кто-то для себя найдет, поскольку я нашла довольно много нового, хотя я стараюсь вот читать современную медицинскую журналистику. Все, все то, что касалось книжных, детских книжных новостей, и не только их, января месяца. Надеюсь, со всеми вами увидится в феврале. Спасибо, что слушали. Присылайте свои вопросы. Все, всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok